Всем привет! Если у вас сломались пластиковые ящики, а у них чаще всего ломаются ручки, боковые части остаются целые. Не спешите выбрасывать, их можно использовать для садовых подделок. В общем, мы используем как каркас, кладем вот так трубками вниз, делаем раствор, цемент марки 500, одна часть, песок две части. Раствор не должен быть жидким, должен такая вот пластичная масса быть. Это все с постепенным добавлением воды делается. Делаем вот такие вот заготовочки прямоугольные. Где-то часов 5-7 ждем, раствор схватывается, но еще и хорошо отрежется. И ножичком обычным, столовым, либо каким-то острым предметом можно нацарапать любую фактуру или любые рисунки, буквы, что вам надо. Мы сделаем, для примера, одну плашку под камень, вторую плашку под дерево, под доску. Таким способом еще можно воспользоваться для нанесения вот такой декоративной штукатурки на стену. Зачем здесь нужны пластиковые ящики, вы увидите дальше в видео. Вот наносим такой незамысловатый рисунок. Это сделать все легко и просто. Здесь сложного ничего нет. На следующий день уже поделка как бы подсохла, схватилась и она уже относительно прочная. Поэтому можно все это позачищать, поубирать лишние части. Через 7 дней, примерно, когда она хорошо побелеет, ее можно покрасить. Первый слой наносим аквиловую краску для наружных работ с грунтовкой примерно 50 на 50. Если краска густая, можно 30% краски и 70% грунтовки глубокого проникновения для камня и для бетона. Следующие все слоя акриловая краска для наружных работ уже без грунтовки наносится. Используется именно вот в этих поделках. Первый слой темно-коричневый называется колер черный шоколад. Второй слой для доски это цвет охра желтый. И здесь вот цвет примула. Все это подсветляем белой краской для достижения нужных нам тонов. В принципе, здесь ничего сложного. Губкой протираем слегка. Это уже будут основные, мифоновые основные слои. И получится вот такая вот фактурная поверхность. Светлые самые накраски будут подтверждать фактуру. Крепим мы заборчик. Как раз вот эти трубки, которые мы поклали вниз, это и будут наши крепежи. Так как мы будем забивать арматуру и прямо одевать вот эти трубки. Поэтому получается вот такое вот мобильное ограждение. Первый вариант можно ограждать по отдельности растений. И вот такой вот второй вариант можно использовать как вот заборчик для клумб. То есть вдоль клумб где-то отбить какую-то местность. В общем, смотрится декоративно, служит долговечно. Всем спасибо, кто смотрел. Подпишитесь. Пока.